Ну что ж, продолжаем наше занятие. И следующая наша тема называется «Какие же отношения существуют в консультировании, отношения в душепопечительстве?» Вообще мы об этом говорили немножко в прошлом курсе, когда мы брали родительство. И когда мы говорили о подходе в воспитании детей. И вот сейчас мы то же самое с вами рассмотрим, ну уже несколько быстрее, потому что вы с этим материалом знакомы. Или наоборот, чуть подольше, более глубоко. Но тем не менее, то, что говорилось там, в том курсе о воспитании детей, это очень важно. Потому что это закладывает базу и в то же самое время поможет понимать то, что происходит, то, о чем мы будем сейчас говорить. То, что происходит в консультировании. Да, то, что происходит в консультировании. Какие существуют виды консультирования, отношения в консультировании? Во-первых, это авторитарное консультирование, такой директивный подход. Вот. И как вы помните, это иллюстрация этого подхода, что? Демьяна в ухо. Как Демьян кормил своих гостей. То есть там он закармливал. Раз в тарелку наливал, два, три, четыре. И гость от него сбегал. То же самое происходит, если мы подходим к такому консультированию вот с позиции директивного. То есть люди в таком случае действительно убегают, потому что это их единственный выход. Если мы к людям относимся, так, я знаю, сколько тебе надо, какую пищу тебе надо, твоя задача. Когда тебе это нужно. Рот и есть вообще без вопросов. Потому что мы тебя любим. Вы помните, это подход с любовью к человеку. Все это дается из любви к человеку. Как бы из любви. Как бы из любви, да. То есть человек считает, что я его люблю, и поэтому я тебе все это выдаю. Ты, главное, пережевывай пищу. В одной церкви вообще был бесподобный такой случай, бесподобный, конечно, в кавычках, когда собирали всех лидеров малых групп в Боскресенье. Это, кстати, происходит там до сих пор. Собирают всех лидеров малых групп и дают правильные ответы на вопросы. То есть всех группы малые в этой церкви идут по одной и той же программе. У всех одни и те же вопросы в этой группе. И все лидеры малых групп всех своих членов должны подвести к одним и тем же правильным ответам. Прелестно. Замечательно. одна группа говорит подождите но вы еще предыдущую тему там послание галатам не закончили вы что идете против политики церкви все занимаются посланием павла петра вот вы тоже должны мы галатов не закончили заканчивайте потому что понедельник вы начинаете новую вопросы вот вам ответ на эти вопросы и все группе должны прийти вот к этим ответом то есть данном случае при каком авторитарном подходе в консультировании или в политике даже в попечительстве что происходит мы как бы такие даем советы во благо во благо обратить внимание мы написали в кавычках взяли потому что это на самом деле благо действительно в кавычках во первых ты должен быть сильным кстати психолог который работает в школах в различных консульционных пунктах они как правило работают именно вот в таком ключе то есть у ребенка проблема приходит и там теми или иными методиками достать вот это вот всячески насаждается но и никогда мы беседуем со взрослыми людьми мы тоже говорим ему если ты дождь это слабину у тебя заклюют в этом мире нельзя быть слабым только силой добивается можно своего и лучше то есть директивы такие выдают дальше ты можешь быть совершенно понимать если такой свет в этом мире быть счастливым ты должен быть сильным и должен быть совершенно потому что это очень важно для тебя если ты не будешь успевать и здесь и здесь и здесь то у тебя даже и семья тоже быть замечательным отцом замечательным мужем замечательным профессионалом замечательным служителям причем везде на сто процентов совершенным причем везде сильным и кроме того в каждом деле который ты делаешь ты должен прикладывать максимум усилий везде максимум везде по максимуму это что это за такое отношение наплевательское к этому к этому нет везде только на пять причем как можно большее количество ну и последний такой совет в кавычках во благо это ты должен нравиться всем как это у тебя нет отношений с пастором как это ты не разговариваешь со своим братом там или у вас какой-то конфликт произошел ну и вообще у вас отношений с ним нет такого быть не не должно это твоя проблема здесь я же и восторгать что если ты настоящим духовный понимаете и при этом будет сильным совершенную терапию жить а через тема вот скажите из нас здесь сидящих кто может сказать что вот я такой я во всем силе я нигде слабину дать я совершенно все делаю только на отличном и и что же тогда приходят люди мы вот так вот их грузим а потом в какой-то моменте они от нас бегут здесь мы людям отказываем и мы им отказываем свободе выбора мы людям отказываем свободе проявления своей воли то есть мы передаем духовные послания не спрашивай вообще насколько это нужно при данном случае это существование в мире вещей вот есть правило вот есть критерии по которым мы оценивали критерии духовности принимай их переваривай и ешь а вот мы тебе все это не сможем услышим посмотрим где тут дал слабину вот смотри слабина а у тебя не ловится отношение на работе ну слушай ну смотри вот пожалуйста и мы вот таким образом авторитарным человеком то есть выдаем человеку директивы ты должен быть вот таким таким вот таким теперь следует быть вот так вот так вот так себя вести то есть вот оно такое директивное если ты не следуешь всему этому ну значит давай приходи на беседу на братский совет там или на душу беседу душу попечителя потому что тебя все находим правильные ответы в скобках мы мыслим они нам тоже да ну я думаю с этим понятно следующий вид консультирования или вид такой помощи человеку как угодно это можно назвать такой покровительственный подход или патерналистский подход здесь вы помните что хорошей иллюстрацией являются произведением гоголя старосветские помещики и там была такая парочка сладкая пульхерий ванной афанасий никитич муж женой как они принимали гостей гость не приезжал они накрывали стол гость мог выбирать все что угодно его укладывали мягкий период максимум заботы и вот в таком консультировании человек просто засыпает ему не надо ничего делать то есть такой человек приходит в церковь или приходит к нам с вами на беседу как душу попечителям и мы такие тезисы посылает во время наших бесед как хорошо что ко мне пришел я за тебя все решу я за тебя все сделаю и в нашей церкви мы тебя избавим от неприятностей и я на то поставлен потому что вообще для чего мы существуем здесь на земле вообще для чего церковь нужна здесь на земле и вот я как член этой церкви в этот период своей жизни наша задача это обеспечить твое счастье вот ну казалось что плохого да ну классно человеку так замечательно вот в таком окружении и что происходит здесь у человека засыпает в кавычках и логическом смысле засыпает то есть идет отказ в возможности собственного духовного пути мы отказываем людям мы отказываем в приобретении собственного жизненного опыта мы отказываем в анализе приобретаемых знаний здесь человек засыпает у него нет своего стержня он засыпает в уверенности что теперь узнать все о боге об счастливой жизни и потом вся последующая жизнь сводится просто повторению каких-то ну таких прописных истин их нужно повторять по ним нужно жить если что-то не получится вот они эти люди приходит такая вот женщина на консультацию убегающих церковь от проблем в семье от мужа потому что в церкви уютно и окружает теплом заботой ну а дома что этот неверующий муж что он может не преподать и она в церкви берет массы служения вообще она уже больше не дома а церковь его обволакивает любовью и создает иллюзию и правильно что ты находишься в церкви потому что здесь в церкви только счастье только в церкви счастье понимаете вот вот оно вот такое все идет или дети например которые скрываются от своих неверующих родителей многие говорят это хорошо же что дети в церкви дома там халдеи родителей а здесь вот они вот понимаете духовно растут один а потом выясняется что родители просто требуют от них больше в прилижание в учебе а родители нормально родители требуют от него учить уроки какие-то уроки в церкви комфортно в церкви что от него требуют петь духовные песни общаться говорить красивые слова какие там уроки зачем они нужны вот и вообще вы разве тебе в духовной жизни уроки понадобятся скажите подростку в этой ситуации где комфортнее где уютный вот и вот такой подход он действительно идет из понятия комфорта сделать так чтобы у нас хорошо замечательно и человек теряет свой стержень если он у него был и становится зависимым от того что происходит в церкви что там случается человек становится зависимым от консультанта души попечитель которому приходит затем мы самому все делал все решили все сделали то есть какой человек может думать кто-то подсаживается на иглу а кто-то подсаживается на консультанта знаете сейчас самый будем так говорить богатые люди на западе юристы и психотерапевты почему а потому что практически случилась проблема бежит юристу что мне делать случилась какая-то проблема в семье кому человек бежит психотерапевту и психотерапевт помогите мне решить эту проблему не учит человека самому учить принимать решение он не стержень выстраивает но большинство таких вот будем говорить не совсем честно психотерапевт подсаживать чек и наслаждать без не в состоянии без них решить проблему а потому что каждый час беседы стоит на определенную сумму денег и достаточно большую и психотерапевт в этом заинтересованы ну вот есть даже такая притча про юрист правда но очень похоже на психотерапевтический когда сын приходит к отцу ну вот сын пошел по стопам отца тоже стал юристом адвокатом завел свою практику и вот отец уходит на пенсию передает ему свою клиентуру и вот сын прибегает и отец вот смотри все таки я превошел тебя в этом юриспруденции потому что 30 лет с одним клиентом работал и никак не мог решить его проблему в суде а я всего за 20 минут все его проблемы в суде решил отец поздравляю тебя сынок ты только что лишил нас кормильца 30 лет он оплачивал нашу жизнь а ты взял и отказался от него решился его проблему притчи притчи но притчи показывает настоящие реалии в жизни и к сожалению действительно порой вот не совсем будем так говорить добропорядочные честные подсаживать на себя людей но задача консультанта научить человека жить самому и задача церкви не подсадить на себя людей а наоборот освободить дух это вот то о чем мы говорим тем более должна быть наша задача как души попечителя чтобы у человека было был свой стержень и было свое личное восприятие ну конечно соответствующие поработать с этим будем сейчас говорить что будем делать и так переходим к следующему виду консультирования это равнодушные консультировать такой индифферентный подход индифферентный подход консультированию к человеку здесь хорошей иллюстрации если вы помните это мультик мультфильм дядя федор пес и кот помните как родители воспитывали своего этого ребенка дяди федора мама приходила домой и говорила да мне еле-еле сил хватает телевизор смотреть не то что ребенком заниматься на кухне чем-то а когда дядя федор нашел себе друга вот этого несчастного кота матроскина как реагируют родители папа вроде бы не против но когда мама сказала выбирая или я или он как сказал папа я этого кота первый раз вижу я тебя больше знаю что такой друг для моего подростка зачем это нужно потом когда решили поехать отдыхать они в отпуск родители решили дядя федор поехал просто квашина родители куда поехали на море вот мы еще два осталось всего два платья здесь и тогда мы займемся твоим воспитанием нет конечно знаете это очень замечательный хорошо оказался окружением порядочный да да мудрый кот матроскин преданный пёс это трактор да филенка звали гаврюша совершенно замечательное окружение но согласитесь что не всегда вот если мы так вот к людям будем относиться равнодушно и отмахиваться от них не всегда окружение будет хорошее окружение и здесь мы им даем так называемые установки как бы а во благо знаешь у всех и без тебя проблем много ты в церкви пришел но все теперь сам отец заботится теперь ты все можешь в укрепляющем тебя иисусе свои проблем вообще решай сам да потому что у всех без тебя проблем очень много очень уже взрослый человек ты можешь сама себе позаботиться и вообще не мешай нам жить у нас еще масса неспасенных кроме тебя вообще ты уже в церкви поэтому сиди и вот внимание сам заниматься своим духовным ростом ты уже сам о своем духовном росте можешь у тебя опять тяга алкоголь и слушай ну наверно у тебя было неправильное покаяние если бы оно было правильное все тебе надо перекаиваться до сих пор тяга к наркотикам ты наверно плохо молишься ну что-то не получается вся слабый духовный рост у тебя вера очень маленькая она должна быть хотя бы стыку все я сделаю все что мог теперь как хочешь выкарабкивайся знаете так я может иллюстрация немного грубовать но тем не менее представьте что младенца приносит из роддома домой он родился запеленали вот его эти пеленочки памперсы подгузнички принесли домой положили говорят ну а теперь сам забудьте о себе ты уже родился на свет мы тебя родили мы свое дело сделаем еда на кухне туалет в коридоре книги книги пожалуйста бери и здесь вот такой подход отказывает людям собеседником человек который пришел на беседу в осознании своей собственной значимости то есть получаете я никто разной никто не занимается человек подспутно вот таким образом воспринимает для того чтобы ко мне нормально относились я должен показать что я сильный что я все могу сделать начинает вести себя как сильный то есть одевать какую-то маску лицемерие здесь отказывается осознание духовно-нравственных принципов жизни то есть никто не работает тогда человек как бы вынужден притворяться что он все понимает да с одной стороны вот теперь ты сам расти но с другой стороны человек просто не хочет применять усилия тех кто там обращается никогда самим никому есть мы говорим о том что дать их пришел к вам принять пришел у кого то есть мы мы сейчас не говорим о том что даже не хотите всех насильно а вот я плохое поведение пойдем ко мне на беседу нет он пришел ко мне но дело в том что с одной стороны вот как вы сказали то есть ты уже сам расти то есть ну нет и пацан то есть отправляют как бы ты уже должен быть сильный а с другой стороны да подсаживаешь на нас подсаживаем он пришел вылил какой должен быть баланс вот поэтому и говорим не нужно насти потому что он пришел вылил и знаете как ну как чаще всего вот заметьте к служителям подходят брат мне надо с тобой поговорить они не спрашивают как у тебя настроение если у тебя это тимьяна в ухо то есть не надо с тобой и они выливают на тебя то есть им до лампочки они не видят тоже мы об этом будем говорить одно из главных таких правил в этом списке но не первое но и не последнее вы не свободные уши чтобы на вас выливали вы не помойное ведро для негатива который возникает у человека здесь человеку отказывают в духовно-драстных принципах жизни в осознать осознать и начинает притворяться потому что есть правила поведения в этой церкви если ты не соответствуешь тебя вызывают на беседу тебе говорят давай делай вот тот и тот а ты должен какие-то принимать усилия для того чтобы самому вырасти и человек начинает притворяться в этой жизни чтобы соответствовать тому что происходит в церкви в окружении чтобы быть ну как все не выделяться так здесь мы отказываем людям помощи в становлении как личности индивидуальный личностных черт характера то есть мы не помогаем осознавать и быть духовными но человек вынужден быть как духовный то есть вот и человек начинает усваивать вот такие вот как быть и но это вот что это его нет ни духовного своего личностного роста не духовного роста не личностного и так вот он равнодушный так сказать подход к людям которые к нам с идут за помощью естественно раз придет два придет потом уже не придется потом он будет сам как хочет выживать в этом мире следующий вид консультирования который возможен это так называемое высокомерное консультирование или безапелляционный подход душепопечительства то есть здесь даются такие указания человеку которые на самом деле должны быть по благо мне как консультанту то есть понимаете по идее человек пришел чтобы благо для себя как-то вот с нашей помощью получить а на самом деле мы делаем все чтобы было нам удобно то есть делать только то что тебе говорят вот я тебе посоветовал делай это потому что ты так сделаешь потом все будут вокруг знать какой я консультант не задавай никаких лишних вопросов потому что они мешают работе на они мешают консультированию процессу и самое главное что ты должен быть удобным для нас ты пришел ко мне поэтому будь таким чтобы соответствовать мне и за счет тебя я расту профессионально я вам не скажешь что я хороший душепопечитель люди ко мне приходят и выходит от меня уже исправлено то есть человек больше заботится о своем имидже нежели а вот будем так говорить человеке который пришел за помощью что является признаком секта то что возвеличивается лидер местный авторитет еще не обязательно местный авторитет живущий здесь это может быть лидер живущий день за океаном а что по этому поводу говорит вот тот проповедник который написал свою библию комментарий к ней вот его комментарии конечно другие вы тоже можете читать вот эти комментарии еще правильный то есть только одна позиция верна только эти комментарии верны все остальные комментарии все толкование это остальные это все ереси ереси но в лучшем случае можно сказать но это соблуждающиеся братья меньше а вот это все знают это работа только внутри вот этого коллектива внутри этой церкви вся работа который выходит за пределы то есть мы читаем социальная работа только в церкви святая работа остальное не свято если она не служит тому чтобы людей на нашу ну и последний один из признаков это желание контролировать сознание человека то есть не дается возможность осмысления то есть вот в общем-то те признаки секта которые ну будем так говорить выводится на разных организациях и религиозных и нелигиозных то есть такой высокомерное консультирование отказывать людям в свободе на возражение и в то есть если он не нравится ну и уходи все легко либо делай как мы либо до свидания все легко замечательно мы тебя исключаем ставим на замечание сначала да как положено потом исключаем то есть конкретное пренебрежение личностью человека понимаете и в данном случае консультант как себя ведет моя планка выше я носитель непреложной истины ты раз пришел ко мне ты должен соответствовать но мы с вами говорили понимаете вообще в данном случае опыт веры перестает быть творческим но вообще не выгоняем ее в рамки да и мы противоречим таким образом самому явлению самого понятия вера потому что что такое вера в общем ее понимании вера это диалог человека и бога господь называет мы отвечаем мы взываем богу он нам отвечает это диалог вера это диалог это не два монолога это диалог между богом и человеком а в данном случае понимаете вот именно мы загоняем у человека в рамки вот такого опять мир вещей ну если не нравится такой интернет но тем не менее очень показательный хотел где-то и режет украшена личность консультантом жить по правилам очень просто вот вечер ложишься и говоришь так это я сделал а вот это я сделал господи виноват сюда вещь и засыпаю великолепно потому что я оценил все здорово а вот жизнь по благодати сложно потому что это такая тонкая грань грань который тут или тут а вот эта благодать или что как произошло вот это мое поведение как она зовется а вот это я сделал это как как на это среагирует человек а такие слова ну например даже такая вот грани как тоже вы говорили в одном из в одной из версии этот пример вот должна ли женщина покупать своему мужу сигареты верующая женщина если мы мысли только категориями вещей нет это грех великий а представьте себе муж сломал ногу вот он лежит дома кто как нелюбящий жена может его обеспечить но будем говорить в его жизни это необходимо понимаете что лучше ему звонить друзьям с бутыльником ему звонить соседки ему звонить кого угодно тогда его жена в качестве окружающих людей как будет выглядеть как жена или так религиозная фанатичка блять и тут уже надо смотреть грань вот эту грань вот образ какой несет в данном случае это пара и это жена и мужа какой образ показывает то есть поймите что мы не говорим что должен спать так или иначе каждый раз надо думать что всем алкоголикам нужно идти с бутылкой водки нет мы этого не учим и не говорим но понимаете бывают такие ситуации и каждый статус нужно рассматривать в отдельности и говорить вот только так или иначе потому что иначе мы поместим себя в мир вещей в мир правил ритуалов черно-белого и так далее опять выбирайте выбирать вам в мире вещей жить проще элементарно вот они правила шаг в левый шаг в право не духовный мы всегда исправляем вот но понимаете другие вещи они все-таки важнее господь не видит нас вещей тв семинаре благотворительный проект наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру поддержите наш проект молитвы и финансами информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv seminary.com итак значит вот есть существует еще пятый вид душепопечения человека человеку человеку или консультирование это диалогическое консультирование диалогический подход другого термина никакого нет научного то есть мы называем термины которые употребляются и общие такие употребительные да вообще во всем мире и научные термины вам приводят для того чтобы вы могли оперировать и теми и другими зависит от того чтобы ориентироваться научной литературе потому если будете читать в науке очень много таких жемчужин которые нам просто необходимо брать и использовать в своей жизни отметать науку только лишь потому что это не теология ну это не мудро и вот значит диалогическое консультирование или диалогический подход что он предлагает он предлагает людям помощь именно по благо и причем здесь по благо без кавычек потому что на самом деле это будет оказываться помощь что это за помощь заимная свобода при заимных обязательствах то есть мы подразумеваем что человек свободен человек может дать любой ответ и человек может к нам прийти или больше не прийти вообще но с другой стороны раз он приходит мы на себя берем какие-то обязательства и он берет человек берет на себя обязательства для того чтобы вот эта помощь была действительно во благо во вторых мы уважаем друг друга личность личности друг друга как он уважает на нас как раз нам пришел так и мы уважаем его в третьих уважаем его право право на выбор сделать так или иначе и вы не можем диктовать что только так правильно у него у человека всегда должен быть выбор это искренность в общении мы не правильно говорим мы говорим про то как исправлять и как консультировать то есть когда человек нам пришел у меня проблем я жену избиваю у него всегда есть выбор бить или не бить но мы не можем заставить человека не бить мы не можем поставить да конечно но наш мы уважаем его право на выбор мы не можем осуждать его выбор и говорит вот этот выбор отзовет очень плохо и можем просмотреть последствий но заставлять человека и бить его заставить его но опять же он может выбрать все равно простое сопоставление сколько уже существует заповедь не убивай не убить сколько это заповедь существует но люди делают люди знают последствия но это все равно происходит мы не говорим что мы уважаем выбор обратить на что там написано мы уважаем его право выбирать вот эти наши слова не надо передергивать право мы должны уважать если мы не уважаем право перед нами вещь нам может не нравится его выбор мы можем объяснить почему это будет плохо но он имеет право выбирать сам как поступать дальше следующее что присуще геологическому консультированию это взаимная забота ну искренность понятно да то есть мы объяснили что если человек перед нами не искренен мы не можем ему помочь если мы не искали с человеком то помощь будет не во благо то есть то что мы ему помогаем заботимся о нем но ведь это не только односторонний монолог человек пришел к нам со своим опытом и со своим взглядом тоже принимать и мы тоже растем получать его забота нас ну потрясающим видом один из таких иллюстрации консультирования является как христос консультировал людей и вообще знаете но если вы будете говорить об этом виде консультирования например светских организациях там замечательно работать сейчас будем приводить этот пример вот этот пример заработать даже свет как начинаем мы обычно с иллюстрации это семья ростовых произведение лев толстой война и мир как они воспитывали своих детей там потрясающий диалог идет вообще в этой семье это взаимная свобода при взаимных обязательств четко она просвежена особенно когда наташа ростова отборовать избежать так вот да да мы тебя ты выходишь за рамки ты выходишь за рамки и у тебя есть выбор они уважали ее право на выбор они сказали вот тоже если ты вывешь это это будет плохие последствия нам это не понравится но у тебя есть право на выбор ты можешь выбрать хорошие добрые остаться в доме аскурагин никуда не убегать и мы и мы пожалуйста выходи за него замуж пожалуйста делает то есть есть какие-то рамки мне говоришь надо все пускать на самотек нет должны быть рамки но в любом случае человек свободен и вот библейской библейскую иллюстрацию мы приводим нам больше нравится консультация христа когда он консультировал женщину самаренку замечательно совершенно евангелие иоанна 4 глава начиная с 5 стиха давайте прочитаем вспомним что там произошло вот именно с точки зрения вот такого диалога евангелие атеана 4 глава с 5 стиха и так приходит он город самарийский называемой сихарь близ участка земли данного якова сыну своему иосифу и там был колодец и яковлев и иисус утрудившись от пути сел у колодеза и было около 6 часа и приходит женщина из самарии потерпнуть воды иисус говорит ей дай мне пить и ученики его отлучились город купить вещи купить пищу женщина самарянская говорит ему как ты будучи иудей просишь пить у меня самарянки ибо людей самарянами не сообщается иисус сказал я в ответ если бы ты знала дар божий и кто говорит тебе дай мне пить то ты бы сама просила бы пить у него и он дал бы тебе воду живую женщина говорит ему господин да тебе и подчеркнуть нечем а колодец глубок откуда у тебя вода живая неужели ты больше нашего отца якова который дал нам этот колодец и сам из него пил и дети и скот его иисус сказал я в ответ всякий пищево всякий пьющий воду сию вас жаждет опять а кто будет пить воду которую я дам ему тот не будет жаждать вовек но вода которую я дам ему сделается в нем источником воды текущей в жизнь вечной женщина говорит ему господин дай мне этой воды чтобы мне не иметь жажды не приходить сюда черпать иисус говорит и пойти позови мужа твоего и приди сюда женщина сказала в ответ у меня нет мужа иисус говорите правда ты сказала что у тебя нет мужа ибо у тебя было пять мужей и тот который ты не имеешь не муж тебе это справедливо ты сказал женщина говорит ему господин я вижу ты пророк отцы наши поклонялись на этой горе а вы говорите что место где должно поклоняться находится в иерусалиме иисус говорит и поверь мне что наступает время когда и не на сей горе и не в иерусалиме будете поклоняться отцу вы не знаете чему кланитесь а мы знаем чему кланяться ибо спасение от иудеев но настает время да и настало уже когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине ибо таковых поклонников отец ищет себе бог есть дух и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе истины женщина говорит ему знаешь что придет миссии что есть христос то есть христос когда он придет то возвестит нам все иисус говорит ей это я который говорил с тобою в это время пришли ученики и удивили что он разговаривает женщины однако же ни один не сказал чего ты требуешь или о чем ты говоришь с нею взаимная свобода при взаимных обязательствах по законам востока нужно было напоить странника и другой стороны законам иисус то что нужно сделать напоить женщину истиной у них разные обязательства вот они оба как бы в одних обязательствах оказались рядом с этим колодцем они уважают личность друг друга он не стал говорить и самарянка то есть он уважает даже блогницу а она уважает даже непонятную идею который разговаривает который говорит какие-то непонятные вещи источник живой ладой два человека пока это еще не понимает самом начале то есть он уважает ее право на выбор обратить внимание он не осуждает здесь нет слова не блуд не греха мужчинами там у тебя было 5 сейчас который тебе не муж тоже легко осудить ее в этом плане объясняет почему в жизни это происходит совершенно разные вещи смотрите на искренне вообще не он говорит о себе она говорит о себе и на них взаимная забота и тот и другой получили иисус напился воды которую она ему дала и он напоил эту женщину истиной вы знаете ученики этого не поняли они удивились как ты можешь у них было и осуждение они увидели в ней не личность они увидели в ней грешницу то есть они увидели в ней вот это порочное поведение иисус увидел не вот понимаете вот вот она разница отношение к людям которые вокруг нас которые могут быть непонятны которые нам могут быть противны свое поведение своем образе жизни но кого мы видим и вот по большому счету все вот эти виды консультирования можно свести к двум вот к тем с которых мы начали два подхода и существует монологический подход консультировать и диалогический вот это авторитарное покровительственное равнодушное высокомерное это все подход к человеку как к вещи как она мы в данном случае с поведением имеем дело мы в данном случае с грехом обличаем которыми даже имеют дело в диалогическом подходе для нас главное чтобы мы строили отношения по диалогу я и ты я личность и ты личность потому что в общем то можно сказать что самое главное вот этого нашего цикла основная задача это поставить диагноз себе как я себя мыслю и к чему бы я хотел стремиться понятно что нет правильного ни одного совершенного нет ни одного понятно что у нас перемешано все опять хотим повторить я стремлюсь к чему и или мне уютно в чем отсюда будет вывод как я других оцениваю как я другим отношусь как к личности или как вещи ну и последнее и самое главное исходя из всего этого как я отношусь к богу потому что господь от нас ждет диалог а мы как бог относится понимаете мне кажется что библия для христианина она не по каждому вопросу предоставляет право выбора и по идее христианина не может быть выбора убить или не убить там совершить прелюбодеяние или не совершить то есть вы считаете что бог не дает вам право на выбор дает нам право на выбор правильно но уважает право на выбор если бы он не уважал он бы всех зомбировал он бы нас сделал роботами сказал вот есть десять заповедей шаг вправо шаг лево это попытка к бегству уж если сейчас люди придумали такие психотропные вещества которые просто раз и зомбируют они делают так как хочет того зомбирующий он рисует нам вот границы которых я хочу чтобы ты находился вот здесь тебе будет уютно тоже придерживаться этих границ и не конечно он должен уважать право на выбор естественно господь нам говорит если вы будете вот в этих границах я вас благословлю но стоит вам выйти вы решите благословение самое то что также мы должны говорить человеку который пришел вот есть два пути у тебя ты можешь выбрать этот путь правильный пусть нашей точки зрения которые благословенный но я не могу тебя заставить поступать иначе но уважать правы может быть очень сложно понять это слово право на выбор то есть у человека всегда есть выбор в праве выбирать ищите нас поисковых системах по запросу тв-семинарий